Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Официальный партнер программы «Охранное предприятие «Дельта». Здравствуйте! Время новостей на АТВ. Меня зовут Анна Зуева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня и коротко о некоторых темах выпуска. Не могут вот эти вопросы решить, страдают же дети. В 44-м квартале закрывается единственный детский сад. Куда пойдут 80 воспитанников кроши и что предлагают в мэрии? Я начала, значит, надо до конца все это делать. Улан-Уденко покорила Эверест. Людмила Исакова стала первой жительницей Бурятии, которая побывала на вершине мира. Вы довольны своей работой? Да, я доволен своей работой. В 102-м микрорайоне рабочие укладывали асфальт на песок. Очевидцы сняли происходящее на видео. На бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова возбудили новое уголовное дело. Он обвиняется в хищении почти 50 миллионов рублей. Уголовное дело связано с объектами на пункте пропуска в Кяхте. Сам Безделов вину отрицает. По словам его адвоката, объекты на госгранице были построены полностью. Добавлю, сейчас Дмитрий Безделов отбывает наказание по первому уголовному делу. Он сидит в колонии во Владимирской области за хищение еще 500 миллионов рублей. На днях его этапировали в Москву для расследования нового дела. 28 мая Тверской суд Москвы отправил чиновника в СИЗО на два месяца. И еще о нечистых на руку чиновниках. Гендиректор крупнейшего в России предприятия по производству урана, расположенного в Забайкальском крае, попался на взятки. Следователи полагают, что Александр Глотов брал взятки от местного депутата. Его фирма несколько лет подряд выигрывала тендер на организацию питания работников предприятия. Че это такое? Руки за! Да я злубра, руки за! По данным МВД, за обеспечение победы на тендере директор потребовал ежемесячно передавать ему 500 тысяч рублей. Выполняя условия негласного договора, поставщик передавал руководителю предприятия требуемую сумму. Полицейские взяли Глотова и троих жителей Краснокаменска с поличным при передаче денег. Подозреваемые сейчас в изоляторе. Добавлю, Александр Глотов несколько лет занимал руководящей должности в госкорпорации «Росатом» и был генеральным директором уранового предприятия «Хиагда» в Баунтовском районе Бурятии. Теперь о городских проблемах. В 102-м микрорайоне рабочие укладывали асфальт прямо на песок. Очевидцы сняли происходящее на видео. Все произошло накануне днем по улице Ренчино. Как это объяснили в Комитете городского хозяйства, расскажет наш корреспондент. Нужен вирусный ролик в интернете? Легко. Рецепт достаточно простой. Берем бригаду рабочих, асфальт, песок и самый обычный двор в Улан-Удэ. Теперь у вас десятки тысяч просмотров, лайков, репостов и все это под соусом из гневных комментариев. Никто их не контролирует, как много дерьми одни. Вот так и живем. Боже, а когда это кончится? Где наши власти? А вот это мужчина, который познал вкус виртуального гнева. Именно его бригада прославилась на весь интернет. Видимо, теперь он дошел до кондиции и готов поделиться секретом приготовления асфальта. Вы довольны своей работой? Да, я доволен своей работой. То есть песок класть можно? Это не песок, это щепоэс. Это щебеночная песчаная смесь. Вот это песок. Вот это песок. И вот это вот уплотняется катком. Вот это и служит основанием. А песок ты никогда ничем не уплотнишь. Вот и вся разница. То есть на вас наговаривают? Я думаю, да. Сейчас вскрытие покажется. Покрытие будто режут целую вечность. Казалось, от напряжения в воздухе можно жарить попкорн. Бюджет асфальта песчаного блокбастера – полмиллиона рублей. Именно столько вложили на благоустройство этого двора. Песка здесь нету. Есть щебень, есть щебеночный песчаный смесь. Казалось, на этом можно выдохнуть. Но не тут-то было. Толщина слоя должна по смете быть 6 сантиметров. Сейчас мы видим, гораздо меньше слой лежит. Слой мы доложим. У вас были замечания по то, что поры идут на асфальте. Мы доложим второй слой – мелкозернистый асфальт. Это еще лучше. Когда мы ложим за задло слоя, это еще лучше получается. Асфальт решили порезать еще раз. Но, увы, сюжет второй пилы почти ничем не отличается от первой. Но на всякий случай покрытие и основании отправят на экспертизу. Щебеночно-песчаная смесь. Значит, клали асфальт правильно. Да. Технология укладки вторым слоем – это допустимая практика, это приемлемая. То есть здесь подрядчик не слукавил? Нет, подрядчик не слукавил. Такая технология устройства дорог применяется. Возможно, не стоит верить всему, что говорят в интернете. В конечном итоге, по словам заказчика, общественники немного перебдели. Но в любом случае дождемся результатов лабораторных анализов. Асфальт вернут на место. И надеемся, что обе стороны закопают топор войны. Будамунхой, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Жители дачного некоммерческого товарищества на Верхней Березовке недовольны тем, как прошел всероссийский день посадки леса в Улан-Удэ. Дело в том, что сотрудники городского лесхоза выкопали сосны в лесной чаще, где любят гулять жители ДНТ Лесное. Люди говорят, ради озеленения центра города без деревьев оставили пригород. Подробности этой истории в материале Буды Мунхоева. Вот это следы от лесопосадочной машины. Отсюда забирали саженец на Всероссийский день посадки леса и акцию «Зеленый город». Мероприятие действительно хорошее. Весь город буквально сплотился и озеленял столицу Бурятии. Высадили около 15 тысяч саженцев. Но по факту получилось так, что лесники садили одно дерево и ломали другое. Жалоба на якобы варварство поступила от жителей ДНТ Лесное. Это все в черте Улан-Удэ на Верхней Березовке. Саженцы забирали из восьми лунок. И возле каждой такой ямы – обломки молодых сосен. Там лес и так редкий. Мало там растительности. Видимо, много лет назад был пожар и уничтожил там сплошь лес. Сейчас он только начинает восстанавливаться, расти. И вот так варварский его выкорчевывать, лишать нас природного богатства леса – это просто беспредел какой-то. По словам лесников, такая пересадка никогда не обходится без жертв. Машина наберет метр. Там на одном метре несколько деревьев находятся. Поэтому они очень часто. Поэтому, конечно, некоторые там попадают под это. Их все равно разреживать надо. Меж тем, жителей смущает и то, что ради зеленого парка в одном месте принесли в жертву именно их сосны. Они облагораживают парки, скверы и рассаживают эти деревья. И берут их ни из питомников, ни из мест, которые находятся за городом. Очень важно сохранить эту экосистему. Именно Верхняя Березовка, поскольку Верхняя Березовка – это легкие города Улан-Удэ. Низкий вот этот чища, она просто-напросто моментально сгорает. Когда разреживание идет, препятствует быстрому распространению огня. Поэтому здесь вот такая работа проводится. По словам лесников, сосны растут слишком кучно. Значит, их все равно пришлось бы выкопать ради профилактики пожаров. Но что же насчет поломанных веток, что оставили и не убрали? В идеале стоило бы и засыпать воронки, что остались после пересадки саженцев. Работа не закончена. Мы посмотрим там где-то чего-то. Там какие-то ветки, если есть, мы их приберемся, уберем. Обе стороны считают себя правыми, причем за сохранение сосен выступают как жители, так и лесники. Но всем им стоит побороться за чистоту, чтобы тут не бросали мусор и выкорчеванные пни. Будаманхоев, Николай Долбаев, телекомпания АТВ. В 44-м квартале Улан-Удэ жители могут остаться без единственного детского сада. Директор частного детсада Кроша арендовал помещение у компании «Мостоотряд-34». Но это предприятие сейчас в предбанкротном состоянии, поэтому здание арестовали и продали другой компании. Та попросила освободить помещение. Куда теперь идти 80 дошколятам, выяснял Илья Балханов. 1 июня – день защиты детей. Однако сразу после праздника никакой защиты не будет. Детей выселяют из садика. Причем в подвешенном состоянии персоналы родителей находятся уже год. По словам заведующей садика, здание сначала арестовали за долги «Мостоотряда-34». Затем новым собственником выступила компания «Транспроект». Теперь обе организации просят детей на выход. В случае, если мы не освободим, они организовывают сотрудников полиции и не будут запускать ни детей, ни родителей. Отключат электроэнергию. В прошлом году за 26 миллионов рублей здание выкупил «Транспроект». Однако сейчас за те же площади компания предлагает купить детскому саду уже за 75 миллионов. Ни город, ни заведующая такие запросы не потянут. По такой цене никто из государственных властей муниципальных ни на какие сделки не пойдет. Нам было предложено как родителям, особенно с тем, которые вышли из муниципальной очереди, вернуться в муниципальную очередь с восстановлением даты постановки на учет. Вполне вероятно, некоторые дети к моменту конца очереди уже пойдут в школу. Меж тем, Кроша – единственный сад в 44-м квартале. По расположению географически это, естественно, самый удобный момент. Да, из-за того, что там собственник не могут вот эти вот вопросы решить, страдают же дети. АТВ решил выяснить, может ли «Мостотряд-34» пойти на компромисс с родителями и заведующей садика. Однако встреча теплой не оказалась. Я работник предприятия. А я работник компании. Ну-ка, ну-ка. Не надо заходить сюда. Не надо. Он вас если не ждет, не записанный, вы не имеете права. На каких основаниях вы нас не пускаете? Вы не имеете права. Кто вам сказал? Вы не представляетесь. Я вам только что представил. Не надо мне эти смотреть. В итоге мы прошли. Однако поговорить с руководством нам не удалось. Сначала нас дезориентировали. Тормина. Тормина. И ровно через минуту, как мы подошли к кабинету заместителей снова, двери закрыли. Только что здесь открыта дверь была. Возможно, руководство компании таким образом выразило нежелание говорить. Тем не менее, помещение садика по праву принадлежит им. И в самом худшем случае детям придется выселяться. Наверняка этот сад закроется. Поэтому мы с родителями будем отрабатывать по переразмещению детей в другие частные сады. Есть другие альтернативные формы. Это семейные группы. Есть и группы кратковременного пребывания. И на все лето мы можем предложить родителям посещать муниципальные сады в режиме летних площадок. На фоне общей проблемы с детскими садами в Улан-Удэ с трудом верится в легкое перераспределение. Даже если детей устроят на лето, то сентября им снова укажут на выход. Меж тем мостотряд подал суд на крошу. И помимо выселения детей требует и деньги в размере 400 тысяч рублей. Интересно, что третьим лицом в суде выступает компания «Транспроект», где на 50% соучредителем является генеральный директор МОСТОтряда 34 Магадей Давлетбаев. И 4 июня на следующем заседании продолжит решаться судьба 80 детей. Илья Балханов, Николай Дулбаев, Алексей Ткачев. Телекомпания АТВ. В Бурятии завтра начнется гражданский форум сообщества. В рамках форума состоятся дискуссии, мастер-классы, проектные семинары и форсайт-сессии. Сегодня в Улан-Удэ прилетели участники этого события. Среди них эксперты из Москвы, члены Общественной палаты России и чиновники. Тем обсудят много – от материнства и детства до экологии и предпринимательства. Будет большой спектр вопросов о том, как развивать сельское хозяйство в Бурятии. Поэтому перед форумом делегаты отправились к фермерам в Бичурский район. К ним присоединился наш корреспондент Садном Ирденеев. Сегодня Салбон Бадмаев – фермер. У него большое хозяйство и дом со всеми благами цивилизации. Долгое время он прожил в Улан-Удэ, держал бизнес, занимался розничной торговлей. Но потянуло на родину в село Гутай. Говорит, в городе ему жить неуютно. Но по возвращению на своей земле ему пришлось изрядно поработать. Ну, надо было начинать все с нуля. Вот это место, где все, тут был пустырь, вообще ничего не было. Ежегодные стихийные бедствия вносят свои коррективы. Из-за зачастую экстремальных погодных условий не хватает сена. Приходится специально выращивать кормовые культуры. Ну, если мы кормовые сидеть не будем, да засуху, мы вообще тогда скота надо будет подножку пустить, да и все. Сена не хватит. Проблем на селе выше крыши. На встрече с общественниками фермеры пожаловались, что в отдаленное хозяйство до сих пор не провели электричество. Глава района Василий Смолин обещал помочь в решении бюрократических проволочек энергетиков. Те рамки, установленные МРСК сегодня, которые говорят о том, что на определенное количество километров они готовы подключить, а на большее количество нет, они не совсем правильные. Как члены общественной палаты заметили, что эти рамки должны быть гибкие. Гости из Москвы заявили, что очень важно, когда люди остаются на земле и не уезжают в города. Жизнь фермера становится все сложнее, издержки выше, государство увеличивает налоги. И если так будет продолжаться, то количество людей, которые занимаются деятельностью, будет сокращаться. От этого надо всяческим образом, ну каким-то образом уходить. Если вдруг погода, да еще какие-то кредиты, да еще какие-то налоги, фермерское хозяйство может просто исчезнуть. И от этого не будет хорошо никому. Жителям малых сел, фермерам, которые живут в этом пространстве, по сути сами создают новое поселение, создать максимальные преференции. Возвращению сельчан в родные места должно помочь развитию инфраструктуры. В Бичуре, например, нет очередей в детские сады и третьей смены в школах, как в Улан-Удэ. Мы даже готовы принимать. У нас около 300 мест для детских садов свободные. Это определенный плюс для молодых семей. Кроме того, хочу сказать, что наши школы, средние школы, районы готовы принимать и школьников. То есть тоже в неограниченном количестве. Всего комиссия по развитию сельских территорий, общественные палаты России посетила в Бичурском районе пять населенных пунктов. Ознакомились с работой крестьянско-фермерских хозяйств в селах Шибертуй, Гутай, Наринзаган, Новосретенко и в селе Бичура. Итоги будут подведены 30 и 31 мая на федеральном форуме сообщества, который пройдет в Улан-Удэ. Соддом Ирденеев, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ, Бичурский район. У авиалесоохраны появилось современное оборудование. Рации и мотопомпы, костюмы и каски, маски и термостойкие покрывала парашютисты пожарные получили на деньги федерального центра. Кроме этого, сделан капитальный ремонт здания, в котором работают сотрудники региональной диспетчерской службы. Его еще называют мозговым центром, куда стекается вся информация по природным пожарам. Также закуплены еще пять камер видеонаблюдения. Теперь их в Бурятии 10. Камера установлена в шести районах региона на вышках сотовой связи. Камера, двигаясь вокруг своей оси с заданной периодичностью, видит в радиусе 22 километров и передает данные диспетчеру. Считаю, что это очень эффективное средство, и мы дальше будем развивать. Почему? Потому что обнаруживается сразу возгорание, определяется площадь, определяются метеоусловия, в каких возгораниях, все высвечивается на экране. Это очень здорово. Камеры управляются в режиме реального времени. Диспетчер координирует и работу летчиков-наблюдателей по всей республике. Все эти природные аномалии камеры распознают и передают сигнал оператору. Соответственно, оператор определяет координаты, делает привязку этого места, этого возгорания. Именно система видеомониторинга – это один из элементов, который в дополнение к авиомониторингу, к космическому мониторингу, к наземным патрулированиям. Еще один элемент, который позволяет нам непрерывно отслеживать и оперативно получать данные. В авиалесоохране говорят, в следующем году видеокамеры появятся в Кяхте, в Хоринском, Бичурском и Севербайкальском районах. Добавлю, именно благодаря мониторингу в Бурятии 91% лесных пожаров тушатся в первые сутки. В прошлом году этот показатель был 87%. В 2017 году чуть больше 50%. Власти в неформальной обстановке встретились и поговорили с представителями общественных организаций и студентами. Говорили о важном – трудоустройстве и льготном проезде. Строили планы на будущее и шутили. Подробнее о том, как прошел молодежный конвент, в сюжете Любови Абрамовой. Четверть населения Улан-Удэ – это молодежь от 14 до 30 лет. По-другому – трудовой резерв города. Они готовы и хотят работать, но не всегда на родной земле. Потому на диалог с молодежью власти выходят все чаще. Новое сознание, новое мышление, новые идеи – это все у вас. Разговор по душам состоялся в рамках молодежного конвента. 150 активистов вузов и техникумах спросили о насущном. Повышение зарплаты, конечно же, и увеличение количества вакансий, рабочих мест. Как пропиариться, как продвигать себя. Я думаю, это очень популярная тема, которая каждому интересна. Способы и инструменты продвижения, наверное, в первую очередь, как в СМИ – это контент. Брендинг или разработка имиджа – одна из главных тем встречи. О секретах конкуренции рассказали молодые, но известные спикеры. Участники обсудили вопросы от продвижения в социальных сетях до возможности трудоустройства. Важно, когда есть определенный опыт, которым можно поделиться, передать для молодого поколения, который зачастую не видит каких-то перспектив здесь, может быть, как-то их поддержать, обнадежить. К мнению СМИ, к мнению общественности органы власти прислушиваются, поскольку именно без такого взаимодействия очень сложно решать социально значимые. Обсудили также темы благоустройства города и ремонт дорог. Форма открытого микрофона пришлась по душе и молодежи. Мы не можем, например, на улице также разговаривать с людьми из народного хурала, например, достучаться до верхов. А так можно на одном уровне разговаривать свободно и посещать такие мероприятия. Это очень полезно, мне кажется. Я бы хотел, чтобы молодежь не покидала наш город, делала все, чтобы город Улан-Удэ завтра стал самым лучшим городом, любимым городом, городом, в который хотелось бы жить и в который хотелось бы возвращаться. Любовь Абрамова, Федор Моденов, Телекомпания АТВ Сегодня в Улан-Удэ вернулась наша землячка, которая покорила Эверест. Людмила Исакова стала первой жительницей Бурятии, которая взошла на самую высокую точку мира. Наша съемочная группа встречала Людмилу Исакову в аэропорту. Слово моей коллеге Надежде Елаевой. Улан-Удэ встречает Людмилу Исакову, первую жительницу Бурятии, которой покорился Эверест. Мы приехали вместе с друзьями, семьей и ее коллегами встретить эту историческую женщину. Произвел посадку самолет, выполняющий рейд 6422, авиакомпания «Стэрн Айрлайнс» по маршруту «Текин-Улан». Ура! Прилетаем! Ура! Сейчас на вершину мира можно попасть двумя путями из Непала и Тибета. В конце мая там самый сезон. Несколько дней назад на непальском маршруте больше 300 человек буквально застряли в пробке. И если десятки лет назад на подъем решались только профи, то сейчас Эверест штурмуют и обычные туристы. Она круче любой олимпийской чемпионки, потому что это было на грани жизни и смерти. Она сделала великое дело! Ура! Мы молились за нее! И ведь друзья молились не просто так. Все не так романтично, как кажется внизу. Слова Высоцкого «в горах ненадежны, ни камень, ни лед, ни скала» приобретают буквальный смысл. Достигая Эвереста, вот самой высокой точки, там есть три ступени, которые в принципе там не помогают друг другу. То есть это... Нет, там сам борется, каждый сам за себя. Да, вот. Гора принимает сильных. Она сибирячка, настоящая сибирячка. Началось с похода элементарного, банального похода на ручей. Как это начинается у всех. Ну вот с ручья дошла до Эвереста. А вот самая высокая точка этой встречи. Семья не видела путешественницу. Почти полтора месяца. Все это время группа поднималась, потом спускалась, поднималась, акклиматизировалась, отдыхала и ждала погоду. Был такой момент, когда казалось, все, я дальше не пойду. Нет, у меня таких моментов не бывает. Я начала, значит, надо до конца все это делать. А дальше есть какие-то планы, куда пойдете? Вообще никаких планов нет. А то я себе слово там дала, чтобы я жила и вернулась, а то пока в авантюре не в какие-то буду вязываться. Фильм смотрели «Ген высоты». Десятая доля всей правды только. Первая группа, там при них прямо парень упал с второй ступенью. В глазах у них умер. Другим, кто вот сейчас принимает решение куда-то пойти в горы? На Эверест никому советовать не буду. Но нет, это там смерть. В 1983 году на вершине побывали 8 человек. 2018-й стал рекордным. На Эверест зашли 715 человек. А в 2019 году наша героиня вписала себя в историю и вернулась живой. Новых вершин и возможностей Людмиле Исаковой с восхождением с горой. Сегодня Всемирный день здорового пищеварения. Поэтому сегодня доктора Бурятии призывают есть правильную еду особенно громко. Врачи говорят, 90% жителей республики периодически страдают от гастрита и других заболеваний органов пищеварения. Как питаться, чтобы не запустить желудок? Об этом расскажут гастроэнтеролог Елена Бардымова и мой коллега-корреспондент Чингис Ачиров. Шаурма – это здоровая пища? Шаурма. Шаурма. Ну так-то вкусно, я думаю, нормально. Ну, смотря какая шаурма. А вот какая вредная, какая здоровая? Из котов вредная. Плохой пищи не бывает. Бывает, как готовят. Шурму кушать надо. Это очень концентрированный продукт. Я думаю, что шурмой при торговле из-под ног не надо увлекаться. Надо в организованном, с чистыми руками, с чистой посудой, не на ходу и не на бегу. Как вы считаете, сколько раз нужно пережевывать пищу после укуса? О, чем больше, тем лучше, чтобы она жидкая стала. Пищу нужно пить твердую, а жидкую, как бы, жевать наоборот. 33 раза? Ну, раза с 10, наверное. Где-то в порядке 40, что ли. Не помню, я врать не буду. После укуса 33 раза на каждой стороне. Вот вы укусили кусочек пищи, откусили, нужно минимум 13 жевательных движений делать. Ну, перед едой надо водичку пить, чтобы желудок подготовить. Ну и после еды желательно тоже попить водички. Как думаете, как нужно правильно питаться, чтобы спасти свой желудок? Ну, есть меньше вредной пищи, чипсов, газировки. Почему ешь чипсы? Каникулы. Один раз можно. Есть нужно все, что хотите, но никогда не переедать. Вот это самое главное. Пищеварительный тракт – это улица с односторонним движением. То, что попало в рот, оно никогда не должно выпрыгнуть наружу. Оно должно спускаться поэтажно вниз, пройти 8 метров вот этой кишечной петли и выйти хорошим результатом работы пищеварительного тракта. И этот процесс должен проходить один раз в 48 часов. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Все наши сюжеты есть и на официальном сайте телеканала по адресу tvatv.ru. Мы также представлены во всех социальных сетях. Всего хорошего и до встречи в эфире. Покупай в Абсолюте выгодно. Жевательный мармелад фрутелла со скидкой 52%. Всего 39 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Выиграй квадроцикл или лодку с мотором и множество других призов для отдыха. Спешите за призами. Баррис. 25 лет с вами. Встречи с близкими бесценны. Наслаждайтесь каждым моментом. Охранное предприятие Дельта. На страже вашего спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова